Русский фольклор Русской академии Галина Яковлевна создала кафедру музыкальной фольклористики. Владеет многими музыкальными инструментами, любит украинский борщ, приятные сюрпризы и путешествия. Имеет двоих сыновей. Я никогда не думал, что я буду в жизни, выберу профессию музыканта. Я этого никогда не думала. Но я готовилась быть журналистом. Как-то очень у меня хорошо были такие точные науки, физика, математика. Думала, ну, может быть, пойду на физику, на математику. А потом я приехала в Воронеж. Я прошла мимо Воронежского музыкального училища. И у меня просто замерло все, я ахнула. Я поняла, что я должна быть здесь. Я почувствовала, что это храм. Вот это храм. Я никогда не испытывала такого трепета и такого чувства святости. И я поняла, что я должна здесь учиться. Ну, и поступила в музыкальное училище. Я хотела на теоретическое, но боялась, что мне не хватит знаний. Я сначала поступила на дирижовское хоровое отделение. Если бы мне сказали в то время, что я буду заниматься фарклором, ну, я бы в глаза плюнула. Верите? Потому что мне казалось, что что вы, я занимаюсь высоким академическим искусством, но я буду каким-то там фарклором. Фарклор мне казалось, что это такое, это не искусство даже, это что-то такое низменное совершенно. Я не понимала ни красоты, ни высоты этой культуры. Я не понимала, честно говорю. И все это пришло со временем. И я поняла, что в фарклоре могут быть такие же шедевры, какие могут быть в авторской музыке. Когда они поют и плачут, вот я это видела, они поют и плачут, они проживают жизнь в песне, понимаете? Какую-то ситуацию, какую-то историю. У них возникают какие-то воспоминания, ассоциации со своим прошлым. Им все равно, кто их слушает. Они рассказывают это, это исповедь. Они поют это как исповедь. Я видела, мы сидим в саду, в Афанасьевке, в саду под яблоней. Ну, они костюмы одели, приехала телевидение. И они забыли, что это сад, телевидение, тут какие-то гости. Они сидят в саду, поют и плачут. А поют о любви. А бабушкам 70 лет. Именно вот это подлинно народное, глубокое, спрятанное и невостребованное широкой публикой. Потому что фольклор — это тоже элитное искусство. Был такой ансамбль «Лада», да? Вот вы с ним начали уже ездить по миру, гастролировать. Меня пригласили возродить как бы этот ансамбль. Ну и у меня получилось как бы. Мы достигли очень хороших результатов. Мы ездили за границу, ездили в Америку. Из воронежских вообще музыкантов мы первые. Только вот как открылась граница, мы поехали, все прям ахнули вообще. Ну, очень необычно все-таки. Поем мы мощными голосами, одеты в этнографические костюмы, многолосие. И слышно, что это импровизация. Это сильно производит впечатление. Но вот если полный концерт, как быть? Ведь это невозможно. Весь концерт русским иногда трудно выслушать. А как им? Поэтому мы чередуем, мы показываем обряды какие-то. Кроме того, мы, как правило, приглашаем переводчикам, даем им текст, чтобы они что-то разъясняли. Потому что это не только зрелище. Зрелище невозможно создать. Его надо объяснить, если уж мы традицию показываем. Но, тем не менее, очень хорошо нас принимали, встречали. Вот в Америке мы были, в Голландии, в Италии в прошлом году были. А вот вы можете предположить, что больше всего иностранцев привлекает в нашей культуре? Что больше всего им нравится? Ну, я думаю, что любого человека привлекает непохожесть на свою собственную культуру. И как бы вот в этом смысле им больше, более всего интересно. Вот то, что не совпадает с ними. Вот недаром говорят загадочно, это русская душа, да? Вот. И когда начинаешь что-то рассказывать, вот тут настоящий интерес просыпается. Потому что что стоит за этой песней, что стоит за этим обрядом, им хочется знать. И то, что как раз за песней, за обрядом скрывается, того у них как раз и нет. Галина Яковлевна, расскажите, пожалуйста, про Ваш семейный музей, который в Богучаре находится. Мы жили в очень красивом доме, дом этот памятник архитектуры. После войны моим родителям предложили восстановить этот дом, он был разрушен. И вот началась перестройка, мы выкупили этот дом, сёстры мои. У меня была большая коллекция костюмов. И дом этот нам как бы был, ну уже не для того, чтобы жить, нам всем есть где жить. Мы хотели, ну я не знаю, может быть это не игра, это правда серьёзно. Мы же не получаем никакого дохода с этого дела. Вот. И мы сделали, там решили сделать музей. Музей традиционных костюмов. И кроме того, у меня сёстры старшие пенсионерки, они стали делать куклы. Куклы тряпичные, по собственной технологии, одевать их в народные костюмы. Это казалось так красиво, необыкновенно. Что даже независимо от того, там, независимо от судьбы этой куклы, она будет продана или подарена, или ещё там, не знаю. Вот само по себе вот это изготовление этой куклы доставляло такое фантастическое наслаждение, понимаете, что вот жизнь какой-то совершенно новой приобрела смысл. Конечно, это очень трудно, это очень долгий труд, но результат очень эффектный. У нас куклы побывали на многих выставках, например, в Москве спорткомплексе Олимпийский. Модельер Вячеслав Зайцев устраивал большую выставку. Вот наши куклы там завоевали диплом. Они ездили на фестиваль «Пациент к Петербургам», они ездили в Италию. И кроме того, куклы наши уже в 24 странах мира уехали и там живут. Кому подарены, ну кто-то там, может быть, купил. А у вас любимая есть? Да, есть у меня дома любимая кукла. Ее зовут Даша. Она очень большая, она больше, чем вот обычно мы делаем. Обычно они так 50-70 сантиметров, вот еще больше. Она одета в украинский костюм. У нее ручная вышивка на рубахе, на фарточке. И костюм этот, костюм Багучарского района, корсетка, юбка. Это любимая моя. Вот когда вы начали изучать фольклор, когда это уже стало таким профессиональным занятием, вот что-то в собственной жизни, в быту, что-то изменилось, что-то новое появилось? Знаете, пришло время, и вдруг у меня старший сын приходит и говорит, «Мама, ты знаешь, я стал петь в фольклорном ансамбле, то есть не у меня, а в ансамбле моей студентки». Он был увлечен, они куда-то ездили выступать. Я просто была совершенно потрясена. То есть сюрприз для вас был такой, да? Сюрприз был. Я купила ему рубашку даже специальную для него, чтобы он выступал. Ну, я думаю, что это… Я сама-то не очень традиционный человек. Кроме того, я хохлушка, занимаюсь русским фольклором. А готовите настоящий украинский борщ? Ну, конечно, и украинский борщ, и… Ну, это все, наверное… Потому что считается, что вот на кухне устойчивее всего проявляется национальность человека. Вот когда мы приехали однажды на Мадагаскар, другая природа, все другое, нас разместили в гостинице, мы пришли на ужин, вынесли, значит, там какие-то блюда. Я смотрю, из всего, что стоит на столе, знакомые только вилки и тарелки. Все остальное, просто не знаем, что это. Ой, такая тоска напала. Потому что я очень консервативный человек. Я сижу и думаю, вот сейчас бы вот картошечки отварить и полить ее, вот лук поджарить на подсолнечном масле, вот эту картошечку луком бы полить, и ничего больше не надо. Скажите, пожалуйста, вот какой у вас в жизни был самый приятный подарок, и какой подарок вам бы больше всего понравился? Ну, например, вот я вспоминаю такой подарок. Это был прекрасный совершенно подарок, когда дети уговорили меня, они не меня уговорили, они уговорили мою подругу, чтобы она пригласила меня ночевать. Она живет недалеко от меня, и вдруг она меня приглашает ночевать, и я думаю, зачем она меня приглашает ночевать? Мы близко живем. Ну, раз ей надо, я пошла. Она меня держит день, она держит меня второй. И когда я прихожу через два дня домой, я вижу, что мои дети пригласили своих товарищей, сыновья у меня, они пригласили своих товарищей, и они переклеили прихожую, коридор, купили обои, все переклеили, потолок, значит, сделали вот такой ремонт, прибыли плинтус новый там, то есть они сделали вот такой ремонт прихожей и всех коридоров. Это был замечательный подарок. Страшнее госов зверя нет. Бессонные ночи, ввалившиеся глаза, осипшие от волнения голос. Аксиома? Как бы не так. То, что вы сейчас видите, тоже экзамен. На сцене студенты Академии искусств. В зале госкомиссия. Все чин по чину, только вот настроение, уж больно праздничное. Аж завидно. А ну, девоньки, все легко. Вот вы яйца взяли, взяли вы яйца. Девоньки, так лопать. Вы яйца взяли, поменялись, поцеловались. Вот и думай. Давайте, девоньки, начинайте. Начинайте. Здесь очень важно заметить, что работа выпускников, еще по сути учебная работа, с которыми они выходят в самостоятельную жизнь, уже принимается публикой, как яркое концертное событие, как событие, которое публику захватывает непосредственно и живо, вызывает большой интерес. И это, конечно, очень приятно наблюдать. Превращать экзамен в шоу для Академии искусств дело обычное. Выпускники пишут сценарии, распределяют роли, подбирают массовку. В результате получается целый фольклорный спектакль. Место действия – граница Воронежской и Белгородской областей. Время, ну, скажем, век 19-й или 18-й. Может и раньше. В принципе, это не так уж важно. Главное – подлинность музыкального материала. Ну и обряды, конечно. Уже с огромной благодарностью высказать всем преподавателям, которые с нами работали, всем студентам, которые тоже ходили на репетиции, теряли свое время, потому что репетиции в основном вечернее время все были. После восьми, когда, в принципе, студент свободен, они все собирались, и все работали, и слушались. Вот, поэтому им тоже огромное всем спасибо. Мне понравилось то, что они так живо играли, прям, как настоящие. Особенно понравилась эта свадьба, когда была. Там они так хорошо играли. У студентов есть такой вот, такой задор, такая непосредственность. Они умеют передавать эмоции и заражать этими эмоциями зрителей. Поэтому, так сказать, я очень рада, что я попала на этот спектакль. Полуторачасовое действие разделено на пять частей, по числу выпускников. Каждая картина оценивается отдельно. Свадьба, троица, сенокос, проводы в армию. Персонажи одни и те же. Главная героиня – простая русская баба, с традиционно нелегкой судьбой. Родители умерли, замуж вышла. Не по любви, муж – скотина, соседки – сплетницы. А если хочешь большого и чистого чувства, приходится бежать на сыновал. Люба ты мне, Катюша, как увижу тебя, так земля вон исполнила. Тише, тише, люди кругом услышат. Ты чё балакаешь? Что любишь? Что любишь? Никуда в чём не надо. Я замужняя баба. Да что она может? Ведь не любишь ты его. Не любишь ты, как увижу тебя, светлый. Это очень нужно сегодня нам, помнить свои традиции, свою этническую историю. То есть мы должны иметь свою культурную память. Планы? Ну, конечно, бы хотелось продолжить заниматься своим любимым делом. То есть заниматься фольклором, собиранием, популяризацией его. Ну, а там как получится, в конце концов. Жизнь, она расставит свои точки запятые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok